не ожидали новый сникерс миндал всем огромный привет сегодня мы ездили в магазинчик за покупочками и я купил такой сникерс наверное где-то год назад или когда ли два года назад крутилась реклама вот этого сникерса с миндалем я потом захотел пойти купить а их все не было потому что видите ограниченные серии и вот сейчас видимо решили опять выпустить немножечко этих сникерсов и я теперь уже просто не смог его не купить и так вашанке он нам обошелся в 35 рублей такой вот сникерс большой двойной то есть ну вы знаете что здесь два маленьких лежит такой там светленький написан с миндалем давайте посмотрим составчик и где он сделан сейчас так делается он в ступенском районе московской области состав здесь весь натуральный я здесь не нашел никакого е никаких консервантов и так далее слово говоря полгода назад я делал обзор на каждый день шоколадный батончик который типа аналог сникерс и там было много всяких заменителей и вот мне там говорили но вот сникерс 1 это это то же самое что сникерс сделаю обзор на секерс ты увидишь что там тоже как бы состав иденти идентичный что там тоже всякий заменитель всякие а вот хрен вам смотри здесь все натурально вот так что я был прав то что тот батончик он как бы и по вкусу фиговый по составу так ну давайте мы его откроем и попробуем раскрывается такая птичка как я сказал здесь лежит два батончика вот такие вот они давайте разрежем надсечем и получится у нас разрез вот мы здесь видим что миндаль муга и шоколадная оболочка все натуральное просто чумовой запах вот этим миндалям синильной кислотой запах так и обожаю синильную кислоту синяк себя синяков на пробуй так я бы пробовать скажу по запаху тинает синильная кислота нет а мне нравится от люблю когда вишневая косточка пахнет всяким такими ягодами косточками где это синильная кислота просто видимо может быть в организме не хватает и поэтому мне она нравится по запаху что плохо синильная синильная как я пробую может они сюда налили синильной кислоты это же америка наши враги шпион насыпал синильной кислоты и теперь он пахнет ей я шучу так вот но есть так серьезно то я вот как-то не чувствую миндаля вот что-то ярко выраженную запах синильный а ты чувствуешь мне как будто вот просто орех как бы орех и орех так у миндального чтобы ярко выраженного нет здесь он вкусный а в составе не указали как бы так в принципе вкусно я думаю прикольнее чем обычный сникерс вот был еще с семечками он тоже был интересный где подсолнечные семечки лежали а ты как бы в итоге что скажешь оригинально как бы он лучше чем обычный сникерс муж вместе подвести итог то вещь такая прикольная интересная если вы такой не пробовали то в принципе я бы сказал что надо попробовать такая вот с чеку с чайком интересно да и не тормозить главное главное не тормозить и пробовать вот но в принципе тогда ничего так интересная вещь и подводя итог до раз я обещал полгода назад сделать вот как бы сопоставить батончик каждый день там который был вам 15 рублей этот сникер за 35 причем батончик был маленький у такого размера то в нем как я и тогда сказал я сейчас говорю что цена качества в нем не соответствует здесь 35 35 рублей на 2 это где-то там 18 рублей а там было там 10 чем-то 12 рублей такой батончик только здесь натуральная ну блин как мы в большинстве наверно там было там и шоколад не шоколад был там и нуга какая-то чуть-чуть там было все на заменителях вот поэтому тот батончик каждый день как бы он не очень вот это сникерс как бы сюда сникерс и здесь все такое более сбалансирован натуральные и вкусные вот на этом все всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на мои обзорчики и пока до новых встреч